Пузырь. Вот висит. Вода плюхает. Если бы только жители этой квартиры знали, с какими пузырями и водой они имеют дело. Думая, что в подъезде произошла коммунальная авария, люди даже не догадывались, что в квартире сверху лежит труп пожилой женщины. Слесарь, который пришел перекрывать краны в квартире, сказал, что там все перекрыто, все сухо, и все, что у нас на потолке, это все с бабушки стекло. Но сказать, что это был шок, это был какой-то приговор, конечно. Тело вот тут было? Там все это было в кусочках, в пятнах, никто это ничего не убирал. То есть там какие-то одеяла все это прикрывали, там ползали черви, опарыши. То есть это все так и осталось по сей день, никто там не убрал даже эти одеяла. Еще двое суток после выноса тело с потолка капало. Неудивительно, по предварительной оценке экспертов, бабушка пролежала в квартире около месяца. Чтобы слить несколько литров трупной жидкости, пришлось обзвонить несколько клининговых компаний. Трупный яд проник в квартиру Анны, когда потолок уже провис. А вот запах на лестничной площадке, где жила пенсионерка, стоял не один день. Каким образом вообще она общалась со старшим по дому, со старшим по подъезду, потому что такое количество времени пролежать, что труп разложился, его разорвало, да, и он пришел в гости к соседям. Тоже говорит, вы куда все смотрели. Каким образом осуществлялся клиринг подъездов. Уборщица приходит, запах стоит, но должны были забить тревогу. Об умершей пенсионерке известно немного. Ей было 76 лет, она жила одна и никто не видел ее родственников. А накануне они вдруг объявились. По словам жителей подъезда, сегодня кто-то забирал вещи бабушки. Жильцам удалось выяснить, что квартира пожилой женщины находится в муниципальной собственности. В мэрии нам сообщили, что сейчас ищут клининговую компанию для уборки. Но Анна и ее муж считают, что теперь необходимы радикальные меры, как, например, вскрытие полов. Квартира куплена в ипотеку, нам еще миллион выплачивать за нее. Даже продать ее сейчас в таком состоянии, то есть с запахом и с историей, я не думаю, что она уйдет по рыночной стоимости. Так что квартира с вытекающими последствиями продолжает пустовать. Теперь многодетная семья вынуждена жить у родственников за 80 километров от Барнаула. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.